Скорость, концентрация дыхания и слаженность действий. Эти составляющие основы дисциплины ката демонстрирует команда 8-летней Дарьи Ковалевой из Москвы. Каждое движение имеет свое значение. Каратисты имитируют реальный поединок. За две минуты показательных выступлений ребята выкладываются на все 100%. И результат не заставляет долго ждать. Дарья и ее друзья в командном ката завоевывают золото. Мне с мальчишками тяжелее, потому что они очень сильные и я стараюсь их победить. Я очень долго тренировалась, чтобы победить в Иркутске. На соревнования прибыло более 300 спортсменов из Иркутской, Новосибирской, Московской областей, а также из Красноярской и Республики Крым. Каратисты в возрасте от 4 до 45 лет состязаются в формальном комплексе в спарринге, в так называемом сражении стенка на стенку, а также демонстрируют свои навыки в двоеборе и показательном бое. Поединки оказались сложными, так как среди соперников были чемпионы и призеры не только страны, но также Европы и мира. Уровень высокий и очень много сильных спортсменов, которые действительно показали хорошее каратэ для младших своих учеников, для родителей, для зрителей. И сегодня я об этом даже говорил на открытии, что вчера мы видели очень хорошие примеры. И надо сегодня показать тоже хорошее каратэ, чтобы следовать этому. В итоге каратисты из Приангария завоевали порядка 15 золотых медалей и первое общекомандное место. Наши единоборцы доказали еще раз, школа традиционного каратэ в Иркутской области одна из самых сильных в стране. И это при том, что всероссийские соревнования не проводились у нас 13 лет. Сейчас ситуация изменилась. Теперь у нас появилась возможность, благодаря нашим друзьям и тому, что организация выросла, и сейчас достаточно крупная организация традиционного каратэ в Иркутске, провести соревнования у нас. Понимаете, проще гораздо пригласить нам сюда всех самых крутых чемпионов, чем везти 300 человек детей туда на запад. Состязания стали отборочными перед чемпионатом Европы, который пройдет в октябре этого года в Литве. Там победители будут представлять Приангария и нашу страну в составе национальной сборной. Туэнна Немаева, Константин Синицын. Новости и сейчас.